Сергей Жук в 1994 году официально купил землю в пригороде Краснодара. Отстроил ферму и работал 20 лет. До тех пор, пока пригород не стал активно застраиваться. И организовалась компания по изъятию этой собственности. В частности, здания и сооружения, которые были мною приобретены, на которые имеются и договора купли-продажи с регистрацией соответствующей, написали, как самовольная постройка, и решением суда снесли эти здания. Таких историй у кубанских фермеров десятки. В августе прошлого года, протестуя против рейдерства и коррупции в регионе, они устроили марш на тракторах до Москвы, где планировали рассказать о плохих чиновниках президенту Путину. Вы видите, что трактора тронулись, мы доедем до Москвы, надеемся, что мы все-таки встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным, либо его представителями, вопросы решим. «Полиция, к сожалению, нам всячески, как вы видите, противодействует, но нас не пускают президенту». Доехали фермеры только до Ростовской области, где колонну заблокировала полиция. Участники были задержаны. Многие из них позднее были арестованы и жаловались на давление чиновников и силовиков. Однако спустя полгода фермеры решили повторить. Для начала участники марша протеста собирались ехать в город Кропоткин на встречу с вице-губернатором Краснодарского края. Но на сей раз им даже не дали собраться вместе. «Нашего активиста сегодня утром препроводили в Следственный комитет города Новороссийска. Не дали ему прибыть в Танюшу-Казанскую на собрание фермеров». Причина протеста все та же. Участники акции утверждают, что крупный бизнес, пользуясь коррумпированностью судов и правоохранительных органов, отнимает у них землю. К слову, о крупном бизнесе. Согласно расследованию, которое в 2015 году провело издание РБК, большая часть земель на Кубани напрямую или косвенно принадлежит структурам, связанным с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Контролируют их его ближайшие родственники – жена, дочь, брат, племянница. Причем крупнейшее сельхозпредприятие региона – компания «Агрокомплекс» – буквально за два года резко увеличила количество контролируемых земель – с 200 до 400 тысяч гектар. Так совпало, что это случилось в первые два года Александра Ткачева на посту главы Минсельхоза России. Еще одним крупным агрохолдингом «Кубань» владеет Олег Дерипаско. Участники фермерских протестов не называют ни конкретных имен, ни структуры, которые обвиняют в коррупции и рейдерстве. И помощи в решении своих проблем ждут от властей, если не местных, то федеральных. В самом Краснодарском крае, между тем, аграрии провели митинг за продление санкций и приступили к севу сахарной свеклы. Именно эти сельхозновости стали сегодня главными в регионе, по мнению государственного телеканала «Россия-Кубань». Продолжение следует...